Субтитры создавал DimaTorzok Сначала здесь логически изучено. В общем-то, не зирая на то, что Беломорье является внутренним водоемом российским, оно было до недавнего времени очень плохо изучено. Но в начале 2000-х годов были проведены диджитальные работы, которые принесли массу информации. Тут показаны вот эти профиля, довольно многое сделано. А Турии находится полуостров вот здесь, вот такой маленький. В целом, глубинное строение Беломорского региона выглядит примерно так, но про все говорить не буду. Просто тут есть две системы главных разломов, которые все это дело контролируют. Это Зимнегорский и Кандаларский-Онежский. Вот. Вот Турии находится, вот так скажем. В Дербург, в Кандаларский-Онежском регионе, ну то есть в Кандаларском грабе. Ну, насчет сейсмичности. Сейсмичность Балтийского вещества, она довольно высокая выглядит вот на этой вот картине. Это вот за семь лет наблюдения, ну, это западные коллеги делали. Вот. И, ну, поскольку считается, что Балтийский щит, он самый молодой из щитов крестолических в северном полушарии, то чем моложе, тем больше сейсмичности. Ну, то есть это нормально вполне. Вот. Ну, тут вот у нас Кольский полуостров в этом смысле как-то отличается. Крайне низкой, можно сказать, сейсмичности на общем фоне. Вот. Вот здесь есть техногенные места этого. Это вот Хибины, Алинингборг, тут Лаузера. Ну, а вот Кандаларском, в зале, здесь вот тоже вот есть отмеченный несколько жильков. Вот. То есть он как бы, сейсмичность такая природная. И недавно там было отметено одно замечание с мощностью примерно 3,5 балла. Где-то вот как раз в районе Турьев. Ну, это, по-моему, осенью прошлого года. Ну, мне так рассказали. Я информацию не видел именно в печатной рейде. Вот. Ну, и сейчас вот сейсмогенные зоны, выделяемые насилием Балтийского щита, это вот, ну, они нанесены. И, собственно, Турьев находится вот на пересечении сейсмогенных зон Кандаларской, вот эта вот, вторая, и по самой Алькории Губской, это вот четвертая. Вот тут вот. Ну, тут зеленая карта. Ну, собственно, по рельефу уже можно сделать предварительные выводы, и что здесь можно легко выделить разломы северо-восточного простирания, северо-западного, ну, и субсиротные. Вот. Наблюдения проводились вот на этом вот участке берега. Это вот между ручьями. Кям ручей и Кузь ручей. Вот здесь вот у нас стоял лагерь. Ну, а тут рядом избушка там рыболовок у них вот стояла. Вот, ну, собственно, поскольку мы там на берегу были, это бросалось в глаза, ну, я по фотографии провал, потом на компас померил на горный. Ну, в общем, получается как. Вот в самом начале отлива начинает выделяться вот такая вот гряда. Вот здесь вот, ну, и там вот отдельные камешки начинают выступать. Вот. Второй сейчас отлива, тут уже как бы ярче проявляется. Тут проявляются вот такие вот прядки. И вот та дальняя гряда более яркая, и там еще дальше, и здесь еще гряда. То есть, ну, как бы они всплывают. Ну, не всплывает, а не вода уходит. Вот. Но здесь вот это увеличенный фрагмент вот этого, того, что я говорил. Вот такими зигзагами они. Довольно резкие очертания у них. То есть, из берега смотреть. Ну, поскольку там берег такой пологий, и хорошо было бы иметь беспилотник, но такой возможности не было. Потом прислал голову мышцу, надо было бы пофотографировать сверху. Вот. Ну, здесь это третий час. Опять, ну, то же самое. Вот эти гряды вылезают. Вот. Вот здесь вот увеличено. Вот уже очень хорошо видно. Ну, вот они торчат. Так. Ну, четвертый час уже, как бы, ну, все они оголились. Эти самые гряды от обломочного битва камня. И, ну, здесь вот очень хорошо все видно. Ну, резкие такие границы, просто какие-то постройки. Вот. Ну, и последний. Это вот уже в конце отлива. Тут уже все осушено. И трудноразличимая вещь, о которой я говорил. Ну, вот в итоге получилась вот такая вот карточка. Ну, вот здесь вот увеличено, видите, вот этот кусок берега. И вот эти вот гряды, о которых я говорил, которые всплывают. Вот они образуют вот такую сетку, значит, двух направлений. Это, значит, северо-западная, 320-325 градусов и 270 широтная система. Вот. Ну, значит, то, что вот я показал, указывает на то, что вот здесь вот вдоль северо-западного берега, трех полосово, существуют эти вот разломы северо-западного и широтного направлений. Значит, в прибойных зонах происходит наиболее активное динамическое действие над онлайн-каменный материал постоянным перемещением и окатыванием. Ну, а, собственно, выведенные вот эти разломные гряды, они сложены слабо окатанным, можно сказать, даже свежедробленным материалом, игловатые такие в куски, ну, как большие кирпичи. Вот. И вот это вот их слабооказанность окатывается подзывает на то, что они образовались достаточно недавно, то есть практически это современная активность. Ну, это вот такая как бы демонстрация. То есть вот тут вот сахар лежит, в первом случае лежит в упаковке, ну, это как бы он олицетворяет собой то, что вот случилось во время какого-то сфотанического события, то есть система трещин как бы возникла. Вот. И второй этот самый момент, когда из этой коробки сахар высыпали, а потом назад засыпали в эту же коробку просто так. Образовалась вот такая вот гряза, как бы из обломков. Вот это то, что оголяется в блядь, и вот. Постолку натуре там постоянных таких поселков нету, а есть только временные избы, там рыбаки ловят по сезону горбушу. Вот. То есть, соответственно, некому, даже если что-то происходит, ну, рыбаки, они в основном на воде время проводят, и в ряды они могут замечать эти вот переметричения, которые там случаются. Ну, там они не шибко такие серьезные. Ну, три балла это, в общем-то, можно и не заметить, если на воде находится, на волне. Вот. Ну, тем не менее, вот признаки сейсмичности есть в виде вот этих каменных гряд, и, значит, я еще подумал, что их можно было бы поискать по лесу. Вот нормальный лес выглядит примерно так. Ну, такой вот здоровый, живой лес. и сосны все красивые, прямые. Вот. Ну, на Туре, мы там пока ездили там по дорогам, ну, там довольно долго ездили на машине, в общем, смотрели, и очень часто попадаются участки, где лес, просто вот, лес идет нормально, а потом бах, фрагмент леса с обломанными верхушками, потом опять нормально. и, соответственно, вот это вызвало такое подозрение, что это как-то связано с сейсмичностью. Вот. Ну, вот дерево, вот лишенное верхушки, ну, тут вот какой-то обломок сверху торчит, ну, явно это дерево уже без верхушки. Вот у него, ну, просто обратил внимание, что у него и ветви становятся толще, чем полопытичных нормальных деревьев, и они становятся такие кривые, там, изогнутые, в общем, такие уродливые. А вот на этой картинке тут вообще интересно. Тут вот с одной стороны нормальные сочные, ну, с нормальными верхушками, а тут рядом торчат вот просто пополам обломанные. Вот. Ну, и вроде бы как, ну, это же один лес. И тут возникает такое подозрение, что где-то вот тут проходит такая вот сейсмотектоническая граница, которая делает этот лес вот, ну, вроде в одном месте он растет, но при этом он разный. Вот. Ну, насчет теперь вот сломанных верхушек, то есть массовое поражение вершин деревьев, сейчас можно наблюдать, но это, я давно это наблюдал, еще когда был на практике, когда студент был в Якутии, там они рвут мерзлоту, ну, для проходки канав разведочных. И вот по берегам этих канав, ну, потом бульдозером выбирают, ну, это неважно, но по берегам этих канав весь лес там, листницы, они так вот как косой скосилы махушки, ну, то есть это бросается в глаза, это я запомнил еще давно. Вот. Ну, и поскольку натуре вроде бы никаких взрывных работ, ну, равно как боевых действий, до последних 70 лет и больше не проводилось, то напрашивается вывод, что тут вот к этому обломанию верхушек сейчас насильник. Вот. Ну, а вот такой вот интересный кадр. Ну, тут вот здесь вот тектоническая трещина, на самом деле она выглядит как канава, но просто она задернована. И вот на краю этой трещины стоят вот такие вот изуродованные деревья. То есть явно они претерпели какое-то вот такое воздействие ударное. А на том берегу вот этой вот речки лес очень такой хороший и ровный. То есть по всей видимости вот по речке проходит какая-то зона дробления, которая служит буфером для сейсмических волн ударных. И она задерживает эту энергию ударную и с той стороны лес нормально, а с этой вот такой. Он потихоньку оползает туда в речку посередине сейсмических Ну тут такая сборная картинка, это как бы такой колосс, ну как модель показывающая как это происходит. Имеются вот зоны дробления, которые служат буферами для сейсмических волн. И вот в итоге между этими зонами дробления деревья все с обломанными макушками, а за пределами дробления, куда вот эта сейсмоэнергия не доходит, деревья рядом, вот они стоят нормальные, как вот на том слайде уже начали показывать. Вот. А теперь по поводу самой сейсмических волны, как она работает. Ну, в общем, древесный ствол, ну, это уже как бы я пытался представить, как это могло быть. Вот, древесный ствол, он, в принципе, можно рассматривать как аналог хлыста. Хлыст, он толстый в основании, и на конце он исходит, а нет, в комплексе там, кисточке, ну, на этом изображен. Ну, И во время, ну, то есть, как пользуется хлыстом, если его держать за рукоятку и сделать такое слабое движение, то по хлысту побежит волна и раздастся щелчок на подобии пистолетного выстрела. Ну, считается, что в некоторых случаях вот скорость на конце хлыста может достигать ну, 1200 км в час, то есть, превышать скорость звука. вот. Теперь дальше. Ну, вот, собственно, и вот эта вот волна бежащая по хлысту, это, собственно, солитон. Ну, вот и другой пример, это изглотный, такой, ну, из гидродинамики. Бор — это ударная волна, он тоже является солитоном, возникает при вхождении волны кимического прилива в усеред. Вот, скорость бора определяется вот по этой вот формуле, и, собственно, из нее следует, что вот с уменьшением глубины аж вот гор бежит все быстрее и быстрее. Ну, и в какой-то момент эта волна опрокидывается, и, собственно, вот этот безвредный океанический солитон превращается в сихийный обед светунами. Вот. Ну, теперь насчет дерева. Ствол дерева, он представляет собой наступку из множества трубочек, капилляров. Ну, там, это, как бы, в общем виден. На самом деле, наверное, сложнее, я просто не ботаник. Вот. И по правилу гора тут получается как, что с уменьшением диаметра, ну и по правилу хруста, вот, с уменьшением диаметра увеличивается скорость вот этой самой волны солитона, которая возникает от сихнической ударной волны по основания дерева. Вот. И, соответственно, должно увеличиваться давление в этих самых трубочках деревянных. И, значит, в какой-то момент достигаются такие условия, когда эти трубочки должны просто полопаться, ну и, грубо говоря, происходит взрыв, и макушка, ну, по-любому должна отвалиться. Вот это вот такая, ну, моя версия того, как это бывает, когда вот верхушки у деревьев отмалываются. Вот. Ну и заключение о наружной призраке с временной активностью вдоль северо-восточного берега Турева, ну, в целом разломы северо-западного и селёдного направлений. Ну, а сломанные вершины деревьев, как результат химический толчок, можно использовать для гендрохронологии и мирных сейсмических процессов. Ну, если знать способ, как определить время, ну, сломы этой самой верхушки, ну, поскольку сосны живут, ну, так, я точно не знаю, но по интернетным данным там чуть ли не до 500 лет, то есть, так вот, если эту гендрохронологию как-то вот развить, то можно иметь в итоге какую-то вот, получить какую-то информацию о том, что происходило вот последние несколько сотен лет вот в этом лесу, ну, то есть, насчёт сесмичности. Ну и всё. Спасибо за внимание. Спасибо.